приветствую всех участников онлайн-выставки меня зовут юлия фролова я являюсь творческим партнером бренда эми а также практикующим мастером и инструктором по дизайну и моделированию ногтей сегодня в рамках выставки я покажу вам мастер-класс по созданию композиции с применением новых декораций такие возьму два варианта это номер 222 листопад 224 лаки также nail dress прогулка в лесу и новых гель-лаков из коллекции lost in time здесь восемь оттенков 8 оттенков вот некоторые я уже вытащила за основу мы возьмем вот эти три оттенка хаки такой вот красивый оттенок охровый и синий итак начнем для начала подготовим декорации декорация мне хочется взять вот этого милого зайчика сейчас я вырежу необходимое количество элементов стараюсь всегда вырезать максимально близко к рисунку чтобы оставалось как можно меньше пленки так и отправляю их на влажную салфетку влажную салфетку или можно взять ватный диск смоченный теплой водой а также понадобится вот такая веточка такая веточка с тонкими листьями вот такая нарезаем на салфетку так и вот такая синенькая так как у нас будет синий оттенок присутствовать даже какой-то серо-синий оттенок присутствует в этой веточке поэтому она нам подойдет для нашей композиции сразу откроем шермиконы достанем их здесь мне понадобится линия используют линии вот эти черные и вот эту полоску дизайн будет присутствует золото поэтому нам еще понадобятся листики да пока у нас будет осенняя тематика так убираемся нужно в сторону и так готовим первые типс у нас композиции три оттенка нам нужно сделать так чтобы они хорошо сочетались между собой поэтому первым я возьму пожалуй зеленый оттенок хотя нет наверное возьму вот этот горчичный оттенок укрываем полностью типс укрываем полностью типс отправляем в лампу на 30 секунд можно перекрыть в один слой или в два принципе в один слой тоже лак ложится очень плотно ложится очень плотно так далее мы берем то есть у нас будут средние два средних ногти да если это на руках клиента представлять понадобится полоску этом пинцетом полоску и нужно ее расположить чуть выше середины самое главное приклеить ровненько что не с первого раза иногда получается еще разочек чуть-чуть нужно подвинуть таким образом то есть чуть выше середины ставим шермикон на второй тоже также тоже чуть выше середины главное чтобы они у нас были на одном уровне на обоих типсах поэтому сначала намечаем как бы да не приклеиваем до конца шермикон сейчас просто его поставим приклеивать уже будем после того как примерим одинаковое расстояние убираем и если на клиенте у вас шермикон выходит за предел ногти это нужно сразу убрать чтобы он не скололся в процессе носки приклеиваем как следует то есть на клиенте у нас здесь подготовленная поверхность если это гелевое моделирование дома за бафель и обезжирили поверхность после опила если это гель-лак можно нанести небольшое количество топа теклоса на него приклеить шермикон то есть вот таким образом наклеили теперь верхнюю часть мы прокрашиваем зеленым оттенком зеленым оттенком аккуратно под шермикон наносим лак так и отправляем в лампу на 30 секунд здесь делаем то же самое то есть будут два практически одинаковых вариантов композиции только расположение декорации будет различаться так подкрасили отправляем в лампу этот оттенок лучше выкрасить в два слоя чтобы цвет был более плотным и насыщенным на 30 секунд и здесь то же самое подкрашиваем вторым слоем для более плотного оттенка конечно на клиенте будет не так удобно поэтому нужно будет это делать тонкой отдельной кистью не кистью из флакона потому что в зону кутикула тяжело будет попасть кистью из флакона и теперь вот на эту пустую часть нам нужно сделать подмалевки такие полупрозрачные полупрозрачные подмалевки из этих трех оттенков коробочка здесь есть для типс я сюда сейчас капну небольшое количество и уже отдельной кистью сделаю подмалевки так есть можно взять любую овальную вот мне есть овал номер 4 мне очень удобно работать с красками такая вот кисть овал номер 4 очистили ее делаем подмалевки и знаете прям полупрозрачные мазки с этими тремя оттенками поставили один цвет отправляем в лампу ставим 2 на 2 типс тоже такие же мазки можно в разном порядке тоже отправляем в лампу эти мазки можно недолго подсушивать секунд 10 будет достаточно далее возьмем зеленый оттенок поставим его где-нибудь вот внизу можно их внахлёст делать сильно плотными делать не нужно вот так достаточно здесь тоже несколько мазочков поставили и отправляем в лампу теперь берем горчичный оттенок тоже им подкрашиваем можно вот зайти на синий вот таким образом отправляем в лампу из полностью не закрашиваем весь участок ногтя чтобы голенькие места у нас присутствовали эффект негатив спейс очень люблю кстати использовать в дизайнах такие эффекты так отправляем в лампу подмалевок высох теперь делаем обводку по контуру этой голой части ногтя 390 оттенком тонкой линеарной кистью можно и без обводки но с ней будет дизайн смотреться эффектнее такой тонкий контур делаем небольшое количество лака берем этот оттенок он очень плотный можно спокойно наносить в один слой поэтому он идеально подходит для того чтобы выполнить им вот такой вот прорисовку такой контур вот уже смотрите по размеру ногтя на толщину вот этой линии если длина позволяет если ногти крупные можно эту полосочку сделать чуть-чуть по объем не потолще но не слишком толстую если ногти небольшие то соответственно делаем ее поуже чтобы не смотрелось это тяжело так отправляем в лампу на 30 секунд и на втором типсе ногти делаем то же самое рисуем контур линеарной кистью кисть может быть использованы с темной или белой синтетики тут же взрыв зависит от вашего удобства главное шермикон не закрашивает то есть встык к шермикону делаем водку так пока мы отложим стороны эти типсы здесь я хотела бы добавить для насыщенности второй слой лака красивый тыквенный оттенок так отправляем лампу интересный вариант уже получаются далее нам здесь нужно поставить еще шермикон и поэтому берем топ т класс и наносим небольшое количество тонким слоем только в те места где будут стоять шермикон то есть посередине здесь поставить вот этот элемент будет очень красивым здесь смотреться сочетаться очень хорошо прям по серединке по центру наношу тонкий слой топа т класс в районе предыдущего шермикона делаем выравнивание небольшой топом чтобы на шермикон сверху стал ровно и сушим одну минуту здесь тоже самое наносим посередине тонким слоем выравниваем предыдущий шермикон отправляем в лампу здесь тоже мне будет стоять шермикон тоже в верхней части поэтому хотя нет давайте поставим снизу нанесли небольшое количество топа т класс посередине отправляем вам топ токос высох даем ему немного остыть и ставим следующие декорации поставим такой шермикон так он аккуратно его отсоединить чтобы не порвать можно сразу отрезать нужную часть и посерединке клеем сразу не приклеиваем до конца нужно сначала его примерить проверить что было ровно потом уже зафиксировать так все нормально все ровно приклеили зафиксировали так чуть-чуть въехал поправлю пусть пока лежит теперь на следующий тоже за это же серии ставим небольшой фрагмент хочу эту верхнюю часть так отрезаем нужно фрагмент и тоже по центру ставим вот так прижимаем сразу получилось ровно прижимая и далее у нас будут здесь стоять слайдеры наносим топ слайдер так топ слайдер тоже тонким слоем для того чтобы не было лишней толщины знаете в работе использую для этого отдельную кисть любую чистую кисть для геля и ей распределяю топ слайдер чтобы вот лишнего не было на ногти даже самым тонким слоем все равно самых тонкого слоя будет достаточно для того чтобы надежно поставить слайдер так примут промазали шарный кончик захватили и вот нижний шарный кончик тоже захватили зафиксировали его отправляем бланку на 30 секунд и здесь делаем то же самое небольшое количество не нанесли и отдельной кистью распределили тонко отправляем бланку а здесь у нас тоже топ высох поэтому поставлю вот такой вот элемент такой сормикон в нижнюю часть ногтя тоже по центру по центру здесь тоже небольшое количество топа слайдер хочу поставить здесь и внеточку и сам шарный кон тоже топом слайдер фиксируем проблем на 30 секунд лампу и так устанавливаем слайдер который мы предварительно подготовили отправили размачиваться влажную салфетку я так делаю а можно воспользоваться ватным диском с мощным водой беру снимаю вот такого милейшего зайчик оставлю его вот здесь посередине поставить можно добавить к нему веточку нужно ее приложить посмотреть нужно ли она здесь я бы поставил здесь сбоку полностью она конечно не поместится но какой-то ее части будет достаточно пусть она заходит на шармикон он данный шармикон уже заговорилась вот таким образом приклеили зафиксировали отправляем в лампу подсушиваться на 15-20 секунд так сюда мы ставим вот такую веточку можно в нижнюю часть можно чуть повыше давайте чуть повыше сюда нужно все золотые веточки будут стоять небольшие куристи . для них нужно оставить место приклеили как следует чтобы пленка не отходила нигде тоже отправляем в лампу подсушиваться так и вот сюда тоже ставим веточку можно расположить здесь верхней части приклеиваем ее приклеиваем фиксируем это же подсушиваем слайдеры дополнительно в лампе для чего мы это делаем для того чтобы слайдер сполимеризовался с остаточной липкостью топа слайдер и хорошо носился процессы носки никуда у клиента не делся лишнее убираем мягкой пилкой меня обычно это отдельная для слайдера впилка затем обрабатываем ультрабондом для того чтобы убрать остатки пленки к обрабатываем ультрабондом и отправляем на воздухе подсыхать в течение где-то 30 секунд здесь тоже нашу веточку обрабатываем ультрабондом убираем остатки пленки отправляем сохнуть здесь тоже самое смотрим чтобы нигде на закрашек не выходила если выходит то пилочка аккуратно убираем лес на здесь такой простой у нас вариант нашей композиции так обработали ультрабондом теперь здесь у нас будут еще шарми кончики стоять поэтому сейчас наш ультрабонд подсох и мы можем топом ты глаз аккуратненько вот тонким слоем сверху перекрыть слайдеры можно конечно еще одним слоем в топа слайдер зафиксировать наши декорации но ты глаз тоже с этим справиться хорошо и все будет носиться ничего никуда не денется у клиента так как нам нужно поставить сюда шарми конь сверху если мы сейчас поставим топ слайдер потом сверху еще ты глаз но это будет лишний слой будет давать лишнюю толщину поэтому нам будет достаточного тонкого слоя топа слайдер сушим одну минуту здесь тоже самое небольшое количество топа ты глаз тоненьким слоем наносим и в лампу здесь у нас уже ничего не будет сверху стоять и можно продублировать зафиксировать слайдер небольшим количеством топа стопа слайдер так вот прошлись отдельной кистью чтобы не создавать лишь не после отправляем в лампу подсушиваться почему топ слайдер потому что этот топ прекрасно подходит для постановки слайдеров также он отлично закрепляет шермиконы втирку он такой достаточно универсальная на лаковой основе поэтому он еще до растворяет вот эту пленку которая осталась от наших слайдеров у него такая дисперсионная пленка на которую очень классно приклеиваются слайдеры любые и соответственно все отлично носится так так вот они нас подсохли теперь мы примеряем какие декорации нам подойдут сюда берем наши листочки здесь у нас уже две декорации стоят да то есть всего 4 2 шермикона и 2 слайдер то есть нужно поставить какой-то маленький листочек маленький листочек крошечный вот этот вполне подойдет вот крошки на листочек может быть вот такую веточку лучше листочек веточка у нас уже здесь уже есть то есть вот такой маленький листочек вот таким образом поставили здесь можно теперь перекрыть топом вельвет но так как у нас шермикон мы его небольшим количеством то послали также фиксируем чтобы топ вельвет хорошо ним держался чтобы исключить мы скажем то что он может сколоться с него там немножечко там прошлись отдельные кисти суса и здесь тоже самое здесь мы можем уже другую какую-то веточку поставить покрупнее вот эту с ягодками отклеиваем ее аккуратно пинцетом шермикона очень тонкий поэтому вот аккуратно обращаемся так зафиксировали приклеили как следует теперь также топом слайдер закрепляем на шермикон кажется что здесь очень много слоев что будет толстая но нет как я отдельной кистью наношу все материалы до чтобы избежать толстяны то толстяна будет минимально теперь перекрываем топом вельвет слой должен быть топом такой знаете не сильно тонкий но и не жирный средний так плавными движениями выглаживаем топ если натек на свободном крае образовался но его поправляем так далее отправляем в лампу на клиенте на две минуты здесь тоже самое перекрываем матовым топом так перекрываем на блик проверяем не осталось ли где каких-то не прокрашенных мест отправляем лампу сушиться ну и вот этот наш типс из композиции тоже перекрываем матовым топом наша композиция будет матовая так отправляем сушиться и так делаем еще два типса для этой композиции выкрашиваем оттенок 390 полностью на оба типса кстати отлично наносится в один слой даже в тонкий слой такой очень плотный оттенок так отправляем сушиться на 30 секунд в лампу здесь я хочу поставить один маленький шерми кончик у здесь сверху верхней части поэтому наношу небольшое количество топа текла с тонким слоем только на то место где будет стоять шермикон отправляем в лампу на минуту три варианта из этой композиции уже готовы здесь я тоже наношу топ текла с так как будут стоять шермиконы с листьями тоже небольшое количество сюда верхнюю часть ногтя или типса перекрыли отправляем на одну минуту в лампу сюда поставлю вот такой элемент с прозрачным окошком ставлю ему сверху фиксируя можно также вот топом текла с небольшим количеством перекрыть так как у нас сейчас будет здесь матовый топ нам нужно на шермикон закрепить зафиксировать перекрыли отправляем в лампу можно секунд 30 высушить будет достаточно так а здесь посмотрим хочу наверное добавить вот такие листья двойные очень липучие шермиконы тонкие это хорошо так как они очень плотно скажем так ложатся и приклеиваются намертво так нужно два листика один возьму и возьму вот такой большой у нас будет двойной и один большой вот эти тонкие такой что я пинцетом его немножечко повредила ничего возьму другой сюда поставлю я его так теперь перекрываем топом слайдер и поставим между ними слайдер сейчас подберем какой подойдет нанесли небольшое количество отправляем в лампу на 30 секунд здесь можно перекрыть матовым топом здесь больше ничего ставить не буду что композиция такая довольно активная немного декорации и перегружать не нужно хотя кажется что перегруженная но я сейчас объясню почему в этой композиции когда доделаю объясню почему именно на пяти ногтях и что с этим можно делать как это можно подать клиенту так наносим топ отправляем сушиться нам сейчас подберем какой-нибудь слайдер наверное вот этот в нем присутствует желтый оттенок и присутствует желтый оттенок можно его можно кстати вот такой вот фрагмент взять на я думаю вот этот хорошо подойдет отправляем на влажную салфетку или ватный диск с мощной водой чтобы слайдер наш хорошо отошел от бумажной основы так все вот он быстренько у нас растворился мы его снимаем снимаем и ставим его можно поставить вот верхнюю часть так чтобы он заходил на оба шермикона так приклеили его зафиксировали даем сушиться в лампе и так подсушили слайдер в лампе 15 секунд далее ультра бондом обрабатываем его убираем остатки пленки и даем подсохнуть на воздухе секунд 30 так вставляем пока его вот такой тип с нашей композиции такой простой проходимся небольшим количеством топа слайдера ставим небольшую каплю и распределяем отдельной кистью для того чтобы не было лишней толщины окно шермиконы если где-то вот они не защищены остались тоже проходим их еще раз так у нас будет сверху стоять матовый топ нужно чтобы все декорации были закрыты так наша композиция почти готова почти готова остался один вот три оттенка которые три оттенка присутствуют в композиции они все отлично сочетаются между собой за счет декораций так здесь тоже перекрываем матовым топом тоже перекрываем матовым топом и собираем полностью нашу композицию так перекрыли отправляем лампу красивое сочетание оттенков получилось сочетание оттенков и декораций вот все отлично между собой сочетается все дружит друг с другом так сюда поставим вот такая у нас получается композиция в осенних оттенках с новыми с новыми гель-лаками из коллекции lost in time с новыми декорациями слайдер прогулка в лесу шермиконы номер сейчас вот я наизусть не помню скажу так 224 лаки и 222 листопад то есть вот так мы подружили между собой три разных оттенка но тем не менее они идеально подходят друг другу так как итак почему такая сложная композиция смотрите это вот это очень удобно использовать для демонстрации клиенту то есть можно убрать один тип составить вот так вот тогда и например один ноготь у нас будет либо горчичного оттенка либо синего то есть будет такой минималистичный дизайн то есть два у нас идут типса основных со сложным дизайном и остальные уже такие более легкие можно без желтого можно вот так оставить то есть тут мы уже как бы используем эту композицию как конструктор дам то есть мы показываем клиенту как это может смотреться в разных вариантах кстати вот так тоже классно если без горчичного можно его с этой стороны расположить то есть лет может выбрать как ему больше нравится опять же не обязательно делать дизайн да на пяти ногтях можно разбить эту композицию там например оставить два варианта например вот можно какой-то один сложный один более простой с такой как бы вариант конструктор с него можно сделать все что угодно в любых вариантах выполнить такой дизайн на клиенте и так вот такую композицию вам хотелось сегодня показать в рамках онлайн-выставки покажу еще не крупным планом и так вот такая у нас получилась красивая композиция очень интересная с новыми оттенками из коллекции lost in time с новыми декорациями шермиконами nail dress пробуйте сделать такую композицию для своей nail витрины чтобы вашим клиентам было наглядно и удобно выбирать идея для будущего маникюра и так спасибо большое за внимание всем пока